Приветствую вас. Алло, Сергей. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите. Итак, встречались девочки 6 лет. Ну, здесь я хотел бы задать такой достаточно стандартный вопрос. Я его, в принципе, практически всегда задаю в такие вот моменты. Что между вами и девушкой общего было? То есть, 6 лет, но срок достаточно большой. 6 лет – это достаточно приличный стаж. Вот. И меня, вот в первую очередь, что меня интересует, да? Прям вот в первую очередь – это вот то, что вас объединяло с девушкой. Что между вами было общего, что вы, как бы, ну, на почве всего вы, ну, в принципе, вот стали взаимодействовать, да? Вот. Это, ну, ну, это важный момент. Просто на самом деле там, там это, как бы, если, вот, если это вы для себя не, как бы, ну, не откроете, вот, то могут быть, ну, довольно серьезные проблемы. Вот. Если между вами и девушкой, вот, не так, что прям очень много общего, например, например, то, в таком случае, будешь у вас, будешь у вас, на мой взгляд, не сказать, что бы, но много, потому что ссоры происходят как раз из-за того, в том числе, что между людьми, ну, вот, крайне мало общего между людьми. Общего, вот, вот, и на счету, проблематика, она, вот, такая, в первую очередь. Понятно. Да? О, о чем я говорю. Дальше мы идем. Последние полгода постоянные были ссоры. Так, ну, давайте так, вот, что изменились с полгодом, то, что случилось полгода назад, почему, собственно, начались конфликты, вот, само собой это вряд ли могло появиться, да? Вот, поэтому, давайте тут, вот, с вами, с вами постараемся разобрать этот момент. Вот, что у нас произошло? Ну, первое, эээ, какой склад вы, конкретно вы, вносили, вносили в эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что, по-вашему, сейчас должно измениться, если вы опять будете вместе? То есть, вот что изменится-то, если вы сейчас будете вместе, что изменится-то? Ну, вот, вы расстались, а дальше, как бы, ну, дальше-то, вот вы расстались, потом вы, значит, опять, ну, допустим, сходитесь, и все начинается по кругу, вот. То есть, как-то вот это, на мой взгляд, ну, не совсем, понятно, да, не совсем очевидно. Дальше идём. Так, она сказала, что у неё пропали чувства, я постоянно давил её из-за того, что она не предлагает усилий для восстановления. Скажите, а чувство это то, это то, что нужно восстанавливаться? Я просто, я просто, честно говоря, всегда думал немножко иначе. Я думал, что чувство это то, что в какой-то степени сама по себе приходит и в какой-то степени сама по себе уходит. То есть, нельзя разоставить чувства, что называется, быть. Чувства либо есть, либо их нет. И я не могу не задать просто этот вопрос. Вы давили на девушку, чтобы она ничего не делает для восстановления. С какой целью? Вы правда считаете, что вот давить на девушку, это вот тот самый вариант, который, ну, является здесь наилучшим? Это вот то, что я, наверное, должен спросить у вас, вот. С другой стороны, если сейчас девушка вернётся, ну, к вам, как бы, что изменится? Изменится ли что-то? Вы перестанете давить на девушку или как? Так. Это вот, ну, такой довольно, довольно, мне кажется, довольно важный момент. Если мы говорим непосредственно про ваши отношения, если мы говорим непосредственно про характер ваших отношений. Вот. Дальше. Расстались пять дней назад из-за чего? Расстались. Как можно восстановить отношения? Ну, наверное, сначала дать небольшое количество времени для девушки. Это, чтобы она как-то вот в себе, может быть, немного разобралась, чтобы она как-то немножко успокоилась, пришла в себя и решила, что хочет делать дальше. Вот. Потому что, я не думаю, что если вы сейчас будете её как-то принуждать к тому, чтобы она, значит, прислагала в отношениях, то из этого получится это хорошее. По поводу того, что делать и как восстановить отношения, ну, опять же, опять же, здесь есть небольшая ловушка. Уверены ли вы, что восстанавливаете отношения ради девушки, а не ради себя? Уверены ли вы, что делаете это для девушки, а не для себя? Да, но если вы это делаете для себя, у меня для вас не очень хорошая новость, заключающаяся в том, что в том, что вы зависимы. Вот. Если же вы это делаете для девушки, если вы, в общем и целом, с этим можете быть согласны с тем, что вы делаете это для девушки, то, тогда это, ну, все несколько лучше, но, опять же, нужно дать ей время. На мой взгляд, чтобы она пришла у себя. Вот. Если времени ей не давать, то, ну, она может просто вас отолучить ещё больше. Вот. Так. Дальше. Как мне дошлить в ней чувства? Ну, я боюсь, что никак. Вот. Потому что… это её чувства, а не ваше. И, соответственно, за свои чувства отвечает только она, девушка, я имею в виду. Поэтому, всё, что вы можете сделать, это дать ей то, что когда-то у неё эти чувства вызвало. Вот. То есть, я имею в виду, когда-то у неё появились к вам чувства, значит, вы можете сделать так, чтобы они появились в норме. Для этого необходимо вспомнить, каким вы были, да, и что вы делали. Вот. Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить с точки зрения психологии. Конечно, требуются ваши собственные изменения, требуются ваши собственные перемены, если вы действительно хотите что-то изменить, если вы действительно хотите сделать так, чтобы ваше отношение восстановилось. Да. Но, повторюсь, если вы будете давить на неё, я боюсь, что ничего хорошего этого не получится. Если девушку только оттолкнет, только оттолкнет своими действиями, своим поведением. Вот. То есть, как бы вы то можете поступать в целом так, как вам хочется, вы можете поступать так, как вам угодно. Вот. Вот. Это, ну, ваше право, но если девушка дорогая, то нужно, нужно что-то менять. Вот. И в первую очередь, конечно, вы можете начать с себя, вы можете начать с своих элементов поведения. Вот. Вы можете начать с того, чтобы не повторять тех ошибок, не повторять тех действий, которые вы совершали по отношению к своей девушке. Вот. И повторюсь, если между вами мало общего, если между вами недостаточно общего, если между вами есть какие-то вот трудности в плане, ну, в плане общения. Вот. В плане какого-то контакта, то лучше будет на это обратить внимание, потому что все это влияет, все это так или иначе влияет. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить сейчас с точки зрения, значит, психологии. Вот. Вопрос, насколько, значит, это все, насколько это все вам будет полезно, это уже вопрос, обращенный к вам. Вот. На этом все, в принципе, я надеюсь, что это было вам полезно, я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом и вы сможете решить свои проблемы. Ну, приблизительно сразу может быть такая штука, что девушка просто не захочет с вами отношения выступать, поэтому и к этому тоже все лучше быть готовым и не надеяться на 100%, что у вас получится отношения восстанавливаться. Такое, к сожалению, тоже случается, такое, к сожалению, тоже бывает, это неприятно, это, ну, как бы болезненно, но это правда. Поэтому иметьте, пожалуйста, это буду. Вот. Всего вам доброго еще раз, удачи и обращайтесь, если будет нужна помощь. Спасибо. 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 Спасибо.